Боевики в Сирии сбили самолет правительственных сил. Это был учебно-боевой Л-39 чешского производства. Оба пилота погибли. Обстоятельства этого ЧП до конца неизвестны. Произошло все в районе аэропорта Алеппо. Террористы почти беспрерывно обстреливают жилые кварталы этого города. За сутки погибли 5 человек, 30 получили ранения. Несмотря на это наступление, сирийская армия продолжается. В освобожденных районах полным ходом идет разминирование и восстановление разрушенной инфраструктуры. На месте уже работает передовой отряд российских саперов. И одновременно началось возвращение в свои дома мирных жителей, которые ранее бежали от боевиков. Из Алеппо. Репортаж Ивана Прозорова. На этих автобусах жителей совсем недавно эвакуировали из Восточного Алеппо. Теперь дорога домой. В освобожденный от боевиков район Ханана. Кварталы, которые контролировали джихадисты. Люди уже и не помнят, когда здесь можно было вот так спокойно погулять. 4 года террора. Детвора высыпают на улицу и сразу на разведку района. Многие босиком. Семьи бежали отсюда в панике. Не успели взять с собой ничего. Как только мы узнали, что сирийская армия освободила наши дома, мы поспешили сюда. Мы хотим сказать спасибо всем, кто поддержал нашу страну в борьбе с терроризмом. Первые шаги. Дворники убирают улицы, расчищают завалы. Повсюду устанавливают баки с питьевой водой. Вообще сложно представить, как люди существовали в таких условиях, пока джихадисты держали их в заложниках, как живой щит. Всего несколько дней назад здесь было запустение. Теперь звонкий детский смех. Первые местные жители начинают возвращаться в свои дома, которые были разрушены боевиками и налаживают свой быт заново. Практически все квартиры джихадисты разграбили. Эта семья готовит еду на печке буржуйки, которую тут называют собья. Вместо дров то, что осталось от сломанной мебели. Люди понимали, первое время будет непросто. Но готовы потерпеть, говорит малышка Амель. Ее имя в периоде означает «Надежда». Спасибо, сирийская армия. Это наша гордость. Они спасли нас от боевиков. А сейчас помогают вернуться домой. Теперь тут тихо и спокойно. И большое спасибо России. Россия с вами. Надпись на пакетах с гуманитарной помощью. Ее привозят тоннами. Продукты, спальные мешки, одеяло в первую очередь выдают женщинам и детям. Российские офицеры с местными властями решают и другие проблемы. Проведена проверка района на отсутствие боевиков. Проводятся работы по разминированию территорий. Боевики, отходя, оставили большое число растяжек и замаскированных мин. Смертельно опасные находки на улицах, в подъездах, у гуманитарных коридоров. Жители сюда пока не пускают. Сирийские саперы показывают машины адского огня. Самодельные минометные установки. Прямо из дома боевики обстреливали жилые районы. А это уже явно помощь от зарубежных спонсоров. Тубусы, от противотанковых, реактивных, управляемых снарядов. Ими можно подбить тяжелую технику и даже вертолет. Боевики оставили повсюду различные взрывные устройства. Очень сложно было разминировать дороги, по которым наши войска первыми заезжали в район. Также мы нашли много газовых баллонов и артиллерийских снарядов, которыми джихадисты бомбили западное Алеппо. За время, что джихадисты контролировали восточное Алеппо, он стал городом-призраком. И сейчас многим жителям просто некуда возвращаться. Ахмат убежал от боевиков четыре года назад. Заходите. Дом в руинах. Ахмат отмахивается. Восстановим. Это всего лишь вещи. Он плачет, потому что здесь он воспитывал сына. Вещи, деньги, квартиры – это все не важно. Самая главная – жизнь. Моему сыну было девять лет. Он вышел с мамой за продуктами. Боевики обстреляли рынок. И мой малыш погиб. Это кажется странным, но в одно мгновение он словно переключается. Смех сквозь слезы. Искалеченная войной психика. Главное, говорит Ахмат, чтобы эти кошмары поскорее забыли дети. У него их десять. Этот малыш появился на свет уже после трагедии. Это все ради них. Ради их будущего. Иван Прозоров, Юрий Шеллов, Гором Розилов, Первый канал, Алеппо, Сирия.